АВАРИЯ НА ПЛОЩДИ ГАГАРИНА Травм скончалось через несколько часов в реанимации. Анатолий Барков был госпитализирован с ушибом ноги. Столкновение трехтонного Мерседеса и маленького Ситруэна. Для многих, казалось бы, виновник аварии очевиден. Но что скажут эксперты? Мы тщательно исследовали обстоятельства аварии и пришли к такому выводу. Автомобиль марки Мерседес двигался в крайне левой полосе. Это было 8 утра, и дорога была свободной. Центр. В область, обходя пробку, двигался автомобиль марки Ситруэн с явным превышением скорости. Внезапно гражданка Ольга, сидевшая за рулем Ситруэна, потеряла управление и вырезалась в автомобиль марки Мерседес. От страшного удара автомобиль развернуло, а трехтонный Мерседес вытянуло на встречную полосу и отбросило на несколько метров назад. Как вы видите, из следственного эксперимента виноват водитель автомашины марки Ситруэн. Для многих не секрет, что почти все улицы Москвы находятся под пристальным оком камер. Вот фрагменты записей тех роковых минут с нескольких камер наружного наблюдения, расположенных на Ленинском проспекте. Трагедия не могла оставить людей равнодушными. Сопереживая погибшим женщинам, общественное мнение обвинило чудом выжившего в катастрофе и ушибшего ногу Анатолия Баркова. Разрешите представиться, меня зовут Анатолий Барков. У меня нет ни кожистых крыльев, ни вампирских клыков. С этим не поспоришь. И по мере того, как люди узнают правдивые обстоятельства дела, общественное мнение постепенно меняется. Анатолий Александрович, мы верим, мы с вами, мы знаем, что вы не виновны. Анатолий Александрович, мы вас верим, мы знаем, что вы не виновны. Ну, корица, по-моему, я периодически... Сидес не виноват, я все видела. Цитроян виноват. Во всем он виноват. Будьте осторожны на дорогах. Даже известный рэпер Нойс МС, изначально безосновательно обвинявший Анатолия Александровича, был вынужден принести свои извинения компании «Лукойл». Нормально слышно? Я хотел бы извиниться перед Лукойлом и Барковым лично. У них есть принципы, и они ребята отличные. Спасибо им за возможность почувствовать себя птичкой на потеху толпе, чирикающей на бычина. Со мной хорошо обращаются, даже попить иногда дают. Натуральный санаторий, ну как же не раскаяться тут. Благодарю за жизнь, наполненную событиями. И еще раз прошу, извинения примите мами. «Лукойл» всегда поддерживал деятелей российской культуры. И музыканты незамедлительно отреагировали на беспочвенные попытки демонизировать топ-менеджера компании. Разрешите представиться, меня зовут Барков Анатолий. Над головой мой нимб, вы не видите что ли? Он синего цвета, он издает характерные звуки. Он мне дарован за праведные труды и тяжкие муки. Я умею ходить по воде и выходить из нее сухим. Моя совесть чище свежих больничных бахил. Одной порцией лапши я могу накормить миллионы. В моем паспорте вместо фотки маленькая икона. Вы говорите, мои руки в крови, так это стигматы. За что святых так не любят, мне непонятно, ребята. Но какую бы ересь вы там про меня не вещали, люди, я вас люблю. И я вас великодушно прощаю. Люди завистливы, люди жестоки. Их грешные души черны как нефть. Гибнут мессии, страдают пророки. Люди их губят, а сатане. Люди безжалостны, люди суровы. Камень за пазухой носят все. Оставьте в покое ни в чем не виновный. Мерседес 777 Руководство Лукойла выражает искренние соболезнования. Мерседес 777 Мерседес 777 Мерседес 777 Мерседес 777 Мерседес 777 Будьте осторожны на дорогах. Мерседес 777 Будьте осторожны на дорогах. Добавил субтитры, александр, губин субтитры, александр, губин субтитры, александр. Продолжение следует...